Уже второй раз Сарачевское водохранилище становится местом проведения соревнований по ездовому спорту «Восток России». Причина проста – здесь всегда есть снег. Бесснежная зима прошлого года поставила под угрозу проведение этих соревнований на Дальнем Востоке. И тогда Федерация ездового спорта Приморского края решила провести заезды на льду водохранилища. Оказалось, что это была хорошая идея. Снег главное есть. В основном-то выбор пал, потому что здесь стабильно есть снег в достаточном количестве. Можно сделать дистанцию, тоже достаточно необходимую длины, так скажем. В этом году соревнования собрали порядка 50 спортсменов из Приморья, Сахалина и Хабаровска. Немало присутствовало и зрителей. Некоторые из них были удивлены, увидев, что в гонках принимают участие не только традиционные ездовые породы – хаски, маламуты или самоеды. По правилам ездового спорта в соревнованиях могут участвовать собаки абсолютно любой породы, если это не вредит ее здоровью. То есть ветеринары главный судья решают, да, даже самая маленькая собачка, если она способна бежать и вести за собой спортсмена, может участвовать в соревнованиях. Всеволод Амелечко – спортсмен из Сахалинской области. Принимал участие в дисциплине скиджоринг, то есть в гонках на лыжах с одной ездовой собакой. Его напарник – Курцхар по кличке Гром. В прошлом году выступал в Хабаровск ездил, в этом году решил в Приморский край приехать, здесь снега все-таки побольше. Это охотничья порода, легавая, они очень хорошо бегают, так же как и метисы ездовые, так же Курцхары. Потихоньку эта порода тоже в ездовой спорт приходит. Большинство участников соревнований выступали в гонках на собачьих упряжках с двумя, четырьмя или шестью собаками. От каждого спортсмена требовалось не только умение командовать и следить за передвижениями собак, но и личные скоростные качества. Но каким бы физически подготовленным не был атлет, какими бы быстрыми не были четырехлапые, главное в этом виде спорта – командная работа. Не будет работать наездник, и они выиграют собаки. Интересно, что ездовой спорт гендерно-нейтральный, в заездах участвуют и женщины, и мужчины одновременно. И во время церемонии награждения на пьедестале оказываются и спортсмены, и спортсменки. Немало было и детей. Так самому юному спортсмену исполнилось всего четыре года. Кстати, сама церемония награждения оказалась весьма длительной, ведь здесь проводились не только чемпионат Приморья, но и этап Кубка России. Отдельно награждали атлетов, выступавших с северными ездовыми собаками. Первое место здесь заняла Оксана Ладогубец из города Артем. Кстати, она неоднократно поднималась на пьедестал и получила значок «Кандидат в мастера спорта». Я сошла к этому три года. Сначала я была на 20 килограмм больше и занимала последние места, а потом, я говорю, спорт меня изменил. Собаке я вдарилась в этот спорт, изменила свою жизнь, начала заниматься активно спортом во всех направлениях. И вот уже два года подряд я занимаю среди хосей первое место. По словам организаторов, вполне возможно, что и на следующий год соревнования по ездовому виду спорта состоятся именно здесь, в Спасском районе. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.